у нас сегодня очередной показ продуктов cool ты продукт или ты не продукт это все не тебе абсолютно так опять у нас сок сэндвичи что такое что тебе не понравилось еда не здоровая или на оборот хочешь молоко вытирала молоко немножечко пробежал опять такие же бутербродики что такое дайте мне сказать ореховым маслом и с виноградным джемом и сэндвичи молочко такой сок хлеб банановый такой бар не знаю как по-русски называется еще вот такой бар это как к чаю или с молоком можно сельдерей морковка апельсинки яблочко сухие хлопья огурец и такие маленькие печеньки это то что получил тима на неделю это кивилина питание на неделю это уже стименной школы практически то же самое единственное что с ювелинной школы очень много сока было а с тиминой школы только три таких пакетика сока и две вот такие коробочки и все и у тим у велины вернее было больше овощей у тима вот один пакетик все и на этом все так что будем буду так ездить по одному разную школу может быть с одной школы все буду забирать в общем вот это все было с тиминой школы сегодня уже вторник субботы я делаю эти бутерброды уже третий раз настолько теме не понравились смотрите какие красавчики получаются все расплавился шипит вкусненько хочу вам показать одно письмо которое мы получили с белого дома с вашингтона нет марина не с твоего белого дома с белого дома вашингтон одессе вот наше имя дмитрий любилла пухов это мы здесь говорится о том что президент выражает нам благодарность за нашу трудную работу в это тяжелое время здесь указана сумма которую я закрыла тоже которую мы получили прям на наш аккаунт в банке и вот подпись самого дональда трампа вот так посмотрите как он расписывается так что спасибо господину трампу за то что он помог нашей семье выживать в это тяжелое время сумма небольшая но достаточно чтобы прожить один месяц так я сейчас приехала в банк в банк очередь потому что в само здание сейчас как вы знаете никого не пускают и все операции производятся через улицу едем или не едем целая машина впереди нее можно продвинуться вперед она стоит а мне нужно в в автомат где получать деньги да вполне можно подъехать она боится ой бабулька зачем только таким права дают которые такие боязливые трусливые с нью-йорка я сейчас миллиметровый вираж делаю так что все операции производятся через только автомат мне нужно взять деньги наличку и и соответственно я вовнутрь тоже зайти не могу там где стоит автомат я могу это сделать только с улицы сейчас я отключусь возьму наличку чтобы вы не подсматривали мои номера деньги получила но не теми купюрами которые мне нужно было мне нужно было двадцатка они дали не двадцатки есть у меня одна очень хорошая знакомая по ютубу зовут ее марина фамилия у нее white марин про тебя сейчас речь в общем раздразнила ты меня борщом тем более что ты мне передала еще и флешмоб на стафетную палочку или как там ее еще сказать и вот решила я сделать борщ каждый раз когда я делаю борщ я вспоминаю одну историю это было когда мы с димой только поженились я может быть на тот момент уже была беременна с северина я точно не помню мы снимали квартиру и пришла к нам в гости одна женщина с нашей церкви пожилая такая уже в возрасте женщина типа попроведывать нас как мы живем как мы привыкаем как мы притираемся друг по другу и спрашивает она меня ну не знаю может быть для кого-то это будет открытием может быть кто-то не знал что мой муж с украины мы познакомились здесь уже в америке и эта женщина тоже с украины с их городом и она меня спрашивает а ты какой борщ варишь своему мужу нет она меня спросила а ты борщ умеешь варить я говорю умею а какой ты борщ варишь своему мужу русский или украинский я говорю какой мама научила такой и варю поэтому у меня борщ борщ и русский и не украинский и не ругайте меня если кто-то знает прям идеальный рецепт борща я варю такой борщ который меня научила мама как делала мама и потом уже с опытом как я выработала этот рецепт сама в зависимости от того что нравится нашей семье какой вкус борща нравится поэтому я и такой варю не русский и не украинский а мой собственный мясо я уже сварила у меня сегодня будет бульон из турки индюшки бульон у меня уже готовый поэтому сейчас я зажаривать буду овощи вот я уже порезала пока с вами разговаривала свеклу сейчас буду делать такую зажарку зажарю сначала свеклу затем пока будет обжариваться свекла я добавлю морковку и селери сельдерей, лук, перец в общем все что нам нравится поехали у нас в кухне очень сложно где-то расположить камеру потому что у нас на кухне два больших окна ничего не могу с этим поделать единственное что может быть я сейчас это одно окно закрою чтобы вас так сильно не ослепляло или меня не ослепляло порезала я одну свеклу и порежу я вот такой пучок морковки и сельдерей это то что нам давали в школе видите как можно употребить то что они нам предлагают морковку они уже нам дали вот такую порезанную она долго не лежит вот она уже немножко полежала в пакетике она обветрилась поэтому самая прекрасная возможность употребить ее в борщ что я сейчас и сделаю перец я всегда замораживаю если у меня бывает лишний перец что я купила я его всегда замораживаю и затем когда у меня нет свежего перца свежекупленного перца я уже добавляю вот этот замороженный перец получается ничем не хуже чем если перец свежекупленный так же вкусно получается бульон я всегда процеживаю мне не нравится чтобы в бульоне клавали какие-то например там пленочки или шкурочки и уж тем более косточки я вообще это просто терпеть не могу у нас мама бульон никогда не процеживала не знаю из-за чего из-за экономии времени или в общем не знаю по какой причине и вы знаете когда смотрите вот такая курино индюшачья крылышка у меня И когда, знаете, допиваешь суп с самого донышка, да, самое вкусное, остатки сладкие, и там попадаются эти косточки. Не любила я всего этого, поэтому я бульон всегда процеживаю, чтобы никогда не было никаких пленочек, косточек и всего прочего. В этот раз я варила куриное индюшачье, вернее, крылышко с чесноком, с перчиком черным горошком и с лавровым листом. Тем более, что нужно процедить, чтобы всего этого не попадалось. Почему я варила со всеми этими специями? Потому что, когда я начала варить, мне показалось, что, ну, такой необычный запах, не куриный запах. Поэтому, чтобы этот запах немножко убить, я добавила эти все вкусности, пряности. Я думаю, что должно получиться неплохо. Бульон процеженный у меня уже закипел, поэтому следующий ход у меня, конечно же, высыпаем картошку. Картошки у меня две. Но почему-то я порезала только одну, не знаю почему. Почему я картошку высыпаю первой? Потому что, ну, для вас это не секрет. Я думаю, все, кто варит борщ, знают, что, когда делаешь борщ с маринованной или с кислой капустой, в общем, не свежей, то, конечно же, картошку высыпаешь первой, чтобы она успела провариться и не схватилась этой кислотой, которая мешает провариванию. Да, я буду варить борщ не со свежей капустой. Не знаю, по правилам это или не по правилам, но свежей капусты у меня сегодня нет. Я буду варить с маринованной капустой. Думаю, что вот такой чашечки на эту кастрюлю у меня будет достаточно. Картошка моя закипела, поэтому я сейчас выкладываю уже мясо, чтобы оно тоже прогревалось. Я его порезала очень-очень мелко. Почему? Ой, как меня ослепляет. Потому что Дима не любит вареное мясо, вареную курицу или вареную тёрку. Я порезала помельче, чтобы немножечко его так отхитрить, чтобы он кушал мясо и не выбирал его. Ох, как меня ослепляет. Зажарку я уже выключила и следующее теперь я буду выкладывать капусту. Потому что уже и картошка готова практически. Так что можно высыпать уже капусту и ждать дальнейшего закипания. Борщ я люблю варить с фасолью. Не знаю, тоже это по правилам или нет. Вот с такой фасолью, особенно вот эта моя любимая фасоль. Такая тёмная, называется Кидный Бинс. Фасоль я всегда промываю. Вот эту всю жидкость я всегда сливаю и фасоль я промываю. Сейчас я вам покажу это. Вот так выглядит эта фасоль. Она очень вкусная, сладкая. Но чтобы вот этот сок или рассол, как его назвать, не знаю, весь смыть, потому что мне он не нравится и я думаю, что он мне полезный, я промываю. Фасоль варить я не люблю. Вот эта фасоль, она достаточно дешёвая и уже она пропитанная всеми необходимыми специями, мягкая. Зачем напрягаться варить, если можно купить готовую и за полчаса сварить борщ. Так что вот так. Вот так мы выходим из положения. Всё, засыпаю фасоль. И жду, когда мой борщ, вернее, ещё пока суп закипит. Так, всё. Я выкладываю зажарку. Посмотрите, как она красивая. У меня получилась красная. Вообще у меня борщ всегда получается очень красный. Я никогда не добавляю никакую томатную пасту. У меня не видно. Я никогда не добавляю никакие помидоры. Всегда только на свекле и, не знаю, у меня всегда получается красный. Кстати, я когда варила борщ в Казахстане, у меня мама всегда говорила, свари борщ ты, потому что у тебя всегда получается красный. У неё почему-то не получался. Хотя я от неё училась, да, не она от меня. Сейчас попробую на соль Как будет И покажу, как он уже выглядит поближе Я попробовала борщ на соль И поняла, что в нем все-таки не хватает кислоты Так как эта капуста у меня не кисла Она больше такая, как я салат ее делала Поэтому я сейчас добавлю немножко кетчупа Для того, чтобы в нем была все-таки вот эта кислота Которая мне больше нравится, чем такой сладкий борщ Который у меня получился сейчас Знаете такое выражение Борщ травами не испортишь Не знаете, потому что я его только что придумала Борщ я уже выключила И добавлю немножечко базилика Добавлю немножко петрушки Свежей нет, поэтому добавляю сухую Почему уже после выключения Чтобы они настаивались в борще Не в кипящем, а в таком уже, в спокойном И добавлю сухоего укропа Вот так Перемешаю Укропа, конечно, можно было бы побольше Я, наверное, пожадничала Ладно, перемешаю И все, и пусть настаивается Примерно через полчаса приходит с работы Дима И мы будем кушать На соль, на кислоту я уже попробовала Очень вкусно Нет, все-таки Травы, особенно укропа и петрушки Я насыпала мало Я сделаю этого побольше Я же сказала Борщ травами не испортишь Вот так Учитесь у меня Раздаю свои советы И крылатые фразы Бесплатно Вот такой красивый борщ у меня получился Так что, Марина, ты сказала Я сделала Выполнила Ответную реакцию на твою просьбу Когда наша Евелина лежала в госпитале Ей девочке подарили цветок Но много цветов вообще Евелине приносили Девочке В общем, кто посещал Цветок было очень много И вот одна из девочек Подарила цветочек в горшке Говорит, чтобы у тебя подольше он стоял Когда мы приехали домой И через время Я смотрю, цветочек этот начал Ну, умирать Погибать Потому что не хватало ему места В этом горшочке Я думаю, попробую я его пересадить в землю Будет он расти или не будет Посмотрите, он растет И вот этот такой цвет интересный Этот немножечко Как бы оранжевый цвет Посмотрите, какой красивый цветок Не знаю, кто знает его название Подскажите, пожалуйста И вообще, это уличный цветок Или это домашний цветок Ну, мне кажется, уличный И вот там есть еще маленькие Три штуки, по-моему, будут расцветать Вообще, красота Красотенная Спасла цветок, называется Продлила ему жизнь Это он уже цветет у нас Больше двух месяцев Представляете? Какая красота Папа, по-моему, он даже не может дождаться С работы, потому что он вдруг решил Поехать в магазин Поэтому мы будем кушать с Эвелиной Со сметанкой, естественно Вот ее тарелочка И с темным хлебом Моя ложка Которую я приготовила Все, приятного нам аппетита Для вас от Тима есть небольшая загадка Тима вот кое-что сделал из лего И он хочет, чтобы вы догадались Определили, что он сделал Никакой подсказки мы вам не скажем Догадайтесь сами Самое главное, пожалуйста Догадайтесь, что вот это такое Я вам сейчас поверну со всех сторон Чтобы вы могли хорошо рассмотреть Так Думаю, вот этот вы догадаетесь, что Но мы хотим знать, что вот это такое Если вы догадаетесь, что здесь находится Вот это Что вот это То вы получите от нас Открыточку нашего штата Да, Тима? Все, молодец Ждем ответов Ай-ай-ай Я просто чуть не упала Поэтому такие бобли Кто первый догадается Тот получит от нас подарок Ой, кошатники Ой, кошатники Какая-то кошка чья-то, чужая Ну, тут с соседнего дома Увидела их Пришла к ним Все, ластится И они довольны Что можно хотя бы чужую кошку погладить Вы что, кошку хотите? Да А кто ее кормить будет? Кто ее выгуливать будет? Кто ее выгуливать? Сама себя, да? Будет выгуливать Ах, кошка Эй, куда пошла? Не хочет позировать на камеру В общем, у Тимы поступило такое задание Ему нужно сделать Какую-то вещь или одежду Из материалов, которые идут на переработку И вот мы решили с ним Воспользоваться нашими старыми идеями Которые мы делали некоторое время назад Чтобы ничего нового не делать У него есть вот такая шляпа Сделанная Тима, смотри сюда Сделанная из коробки Из-под пиццы Мы делали эту шляпу очень давно Елена, как она сомбреро называется? И мы делали вот такую балалайку Тоже это ему нужно было для урока по музыке Когда еще они ходили в школу Тоже из какой-то коробки мы делали эту балалайку И у Тима вот такая крутая футболка Америка и Казахстан Вот такая у него футболка Так что нам уже ничего делать не надо У нас уже все готово Что нам теперь нужно будет делать? Нам нужно будет просто загрузить фотографию Я уже его сфотографировала На школьной странице Фейсбука И все Почему из переработанных материалов Нужно было делать что-то День Земли, день планеты Завтра будет И нужно было что-то придумать такое Что мы можем сделать из тех материалов Которые идут на переработку Тима, ну-ка давай Покажи, как эта балалайка играет Видите, она у нас даже еще и играет Все, Тима Смотрим сюда И я выключаю Смотрим сюда Субтитры сделал DimaTorzok